всем привет сегодня я покажу как приготовить манную кашу без комочков чтобы она понравилась и взрослым и детям для начала нужно отмерить необходимое количество молока на двоих я взяла 400 миллилитров затем переливаем молоко в ковшик чтобы каша получилась есть один секрет нам обязательно понадобится хороший ковшик с толстым дном у меня вот такой такой ковшик нужен для того чтобы молоко в нем равномерно прогревалась и каша не пригорела а еще лучше если ковшик будет из нержавейки чтобы нам можно было легко мешать кашу с помощью вилки или венчика и посуда не царапалась затем в молоко добавляем обычный сахар я положила одну столовую ложку и ванильный сахар ванильный сахар нужен для волшебного аромата каши его понадобится совсем чуть-чуть примерно половину чайной ложки затем добавляем манку на 400 миллилитров молока нам понадобится примерно 3-4 столовых ложки и каша получается довольно жидкой если вы больше любите густую кашу то положите немножко побольше манки примерно 5 или 6 ложек теперь второй секрет берем обычную вилку или ручной венчик и постоянно мешаем кашу перемешиваем кашу сначала до того как мы поставим ее на огонь затем ставим кашу на плиту включаем самый тихий огонь и варим кашу постоянно помешивая вилкой или венчиком мешать нужно прям постоянно не отходя от плиты тогда кашу получится без комочков варим до закипания а потом еще 3-5 минут горячую кашу сразу же перекладываем в тарелочки или можно дать ей настояться под крышкой примерно 35 минут но тогда она будет немного гуще я не всегда даю кашу настаиваться обычно сразу раскладываю по тарелкам украшаем кашу ягодами или фруктами свежими или сушеным у меня была сушеная земляника и кладем по кусочку сливочного масла пробуем и наслаждаемся вкуснейшей манной кашей это самая вкусная манной каши которую я ела в своей жизни попробуйте этот рецепт просто супер надеюсь вам понравился рецепт ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал